У нас сейчас получается, есть городская администрация, есть заказчик, есть подрядчик, есть жители, которые недовольны организацией капитального ремонта. Вопрос номер один. Мы посылку должны завершить по контракту 31 октября. Да. Какие виды работы вы выполняете? Внутренние отделочные работы, инженерные сети и фасадные. Уважаемые жители, ну, в крупную клетку понимаем, что он должен сделать. Какие замечания к капитальному ремонту? Придут, неделю поработали, им не заплатили, они все, ушли. Тогда вопрос к подрядчику и к представителю фонда, к Александру Сергеевичу. Как мы с вами собираемся исполнять? У нас осталось меньше, чем два с половиной месяца. В общестрою внутренних работ выполнен процентов на 50. У нас есть еще полтора месяца. До конца сентября это как-то все реально. Абсолютно правильно жители говорят, если по два человека работают, то тот механизм организации ремонта, который мы с вами выбрали, что полностью один этаж демонтировать, отключать от сетей и лишать жителей удобства, это неправильно. Сколько людей выйдет на этой неделе, Александр Сергеевич? Ну, по плиточным работам шесть человек выйдет. То есть со среды шесть человек. С нашей стороны механизм контроля на 8.30 и на 17.30. То есть со среды мы вас считаем по головам. Мы жителям тогда предоставляем отчет. Вопрос о том, что мы платим, а не живем. А даже те, кто живет в таких условиях, не должны платить, я считаю. И я думаю, меня все платят. Если не ошибаюсь, то прокуратура вносила подписание управляющей компании по поводу того, что ведется капитальный ремонт, вы здесь не живете, но с вас требуют оплату. То есть этим занимается прокуратура города Белгорода. Управляющая компания должна составить акт о непреживании. Если управляющая компания такой акт не составляет, давайте мы это так с управой составим. Давайте. Вот у нас протянули новую линию освещения. Всем все поставили, кроме нас. Ехала машина, вышка, поменяли фонари, света нету три недели. То есть они их поменяли, но не подключили. Найдем решение максимум до конца августа.